Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня я приехала в магазин летом. Мне очень нужен керамзит. Легкий, воздушный, такой практически невесомый. И я надеюсь, что я сегодня его здесь найду, потому что очень хочу пересадить несколько своих орхидей именно в чистый керамзит. Знаете, такой вот тяжелый, как кирпич, керамзит не подходит. Поэтому именно нужен определенный легкий керамзит. Кстати, здесь очень много, гляньте, каких красивых подвесных кашпо. Ну и также я надеюсь, что сегодня здесь есть красивые орхидейки. Так что поснимаю еще для вас обзор. Так сказать, хочу сегодня сочетать приятное с полезным. Так что пойдемте смотреть. Орхидейки перенесли, и сразу на входе стоят красотки. Далеко ходить не надо. Здесь стоят мультифлорки. Их достаточно много, но, по-моему, это с прошлого завоза, потому что все они уже распустившиеся, без бутончиков. Вот такие красотульки. Есть брасия. Брасия ароматная. Красотка, такие красивые паучки. Такое розовое облачко за 1154. Ну, кстати, смотрите, орхидейки по 550 рублей. В принципе, хорошая цена. Так, давайте еще посмотрим, где-нибудь есть ценнички. 900 рублей крупная розовая. В общем, цены разные. Абсолютно разные цены, поэтому есть что выбрать. На любой ценничек, так сказать. Здесь вот 850 рублей. Разные-разные цены. Вот. 550 с малиновой губкой. Такая еще красавица. Кстати, здесь указ стоят и вот совсем уже уценочки. Сейчас посмотрим. О, ценнички где на них. Не вижу. Так. Ну, кстати, здесь ценник написан на 1100. Я так понимаю, их не оценили. Они просто тут стоят. Вот 550. Кстати, очень классная орхидейка. Посмотрите. Такая вот красавица. Так. Кстати, азиатские орхидейки тоже перенесли. Стеллажик теперь стоит вот здесь. Вот. Целый стеллаж азиатских орхидей. Цены тоже разные. Сорта разные. Здесь прямо нужно рыться, чтобы выбрать для себя что-то определенное. Кстати, здесь есть многие даже с цветоносиками. Вот. 611 рублей. 1089. Разные цены. 1247. Вот такая вот орхидейка. Ой, красивая. Смотрите. Такой получается смесь будет. Красивенькая такая. Вот. Корешочков много. Корешочки растущие. Кстати, да, для такого прямо размера, для такой орхидейки нормальный ценничек. Вот. Здесь есть даже цветущие красотки. Вот они стоят тут. Кстати, бабочка, желтая бабочка цветет. Ее ценничек. Давайте посмотрим. Так. 1879 рублей. Сказка тут есть. Вот она, она стоит. Ее сразу по листикам можно определить. Вот, в общем, орхидеек именно азиатских много. И, кстати, есть мое любимое удобрение. Но я себе уже купила и буду показывать вам, как я его использую. Кстати, здесь вот, смотрите, еще написано акция. При покупке вот в подарок цион. Очень классно. Пойдемте искать керамзит. Ну, кстати, керамзит я пока не нашла, но зато кашпо. Я всегда говорю о том, что приобретайте вот такие вот кашпо для того, чтобы ставить тут орхидейки и дома потом выращивать. Они прям идеально подходят. Вот не пересаживая, вставляем орхидейку. Наливаем чуть-чуть водички вот таким вот проливом. И все, орхидейка себя прекрасно чувствует. Здесь также есть и двойные горшочки. Вот еще такие кашпо тоже разнообразные. Такой длинненький. Можно сразу три орхидейки поставить вместе, не пересаживая. Ну, вот эти прям большие. Кстати, меня спрашивали про орхид спон. У меня в таком грунте растет орхидейка, чувствует себя прекрасно. Там получаются такие крупненькие гранулки, но все равно, конечно, хотелось бы крупнее. Производитель, да, орхид спон, наверное, рассчитывал все-таки не на фаленопсисы, а на какие-нибудь котли, камбрии, да, вот такие орхидейки сажать, бульбовые больше. Тогда, я думаю, будет все вообще замечательно, все прекрасно. Для фаленопсисов все-таки фракцию чуть-чуть бы побольше. Но все равно растет, и ей нравятся. Вот еще грунты, блоки. Так, вот серамист готовый тоже. Ой, как он подорожал, ого! У меня еще пачка есть. И я брала уже чистый серамист, и смешиваю с корой, да, как мне нужно, и сажать орхидейки. Он был по 420-470 рублей, а сейчас 1200. Так что, очень сильно подорожал. Так, но у меня и задача найти керамзит. Пойдемте искать. Так, нашла только вот такой керамзит. Ну, кстати, знаете, вот на первый взгляд, очень даже хороший. Мелкий, правда, но легкий. Легкий. В принципе, можно взять пачечку такого керамзита. Вот. Я всегда выбираю. Именно по легкости нужно взять пачку в руки и проверить, да, потому что бывает прям очень тяжелый такой неподход для пассакерфелей. Этот легкий, его я возьму, но хочу еще поискать более крупную фракцию. Так что поиски продолжаются. Также в магазине есть, гляньте, какие красивые декоративно-лиственные растения. Их много. Очень красивые сингониумы. По-моему, это они очень красивые. Есть и водопадики. Ой, обожаю водопадики разнообразные. Так, вот такая красота. Но керамзита я больше не наблюдаю. Здесь вот есть интересные такие грунты. Кстати, мягенькие такие. Вермикулит. Интересно, конечно, кора, кстати. А нет, это... О, вот это очень тяжелый керамзит. Прям неподъемная пачка. Такое использовать для орхидеи вообще нельзя. Ужас, угробить орхидейку. О, вообще очень тяжелый. Эта пачка по размеру, да, получается одинаковая. И этот тоже вообще не могу поднять одной рукой. Нет, этот тоже не подходит однозначно. Нет, точно нет. Ищем дальше. Кстати, посмотрите, какие красивые здесь горшочки. Мне вот этот понравился. Вообще у меня как идея, да, вот посадить орхидейку. И точнее поставить просто, да, ее в такую кашпу. Какой-нибудь такой, чтобы был человечек. Очень интересно, мне кажется, получается. На ножках такие симпатульки. Это прям мне вот сейчас очень нравится. Прям я от этого получаю прям удовольствие. Смотрите, какие композиции здесь из суккулентов. Вот такая вот красота. Ну, хорошего керамзита нету. Так что только вот мелкие получаются. Здесь тоже вот кашпу. Такие красивые горшочки. Собушка. Сова, кстати, тоже, смотрите, это горшочек. Интересно. Монстера Маск. Обожаю ее. У меня сейчас черенки подрастают. Вот, нужно будет ее, правда, подкормить. Что-то мелковато у меня листья. Так. Здесь тоже вот розовый сенок. У него красавчик. Такие вот интересные, разные. Ну, здесь тоже керамзита больше нету. Так, я так понимаю, здесь, наверное, перенесли оценку. Да, потому что здесь вот на всем написано 50% скидки. Но орхидеи здесь нет. Похоже, что все, что вот у кассы, то оценка. Все, больше никакой оценочки орхидеи нету. Ну, как я понимаю, насколько я увидела. Все так декоративненько, красивенько. Интересные кашпошки. Вот. Теперь остановку сделали в магазине. Теперь немножечко даже не узнаем. Так. Ну, в общем, из моих покупок сегодня только для улиток. В бакороде улитки просто перуют и едятные помидоры. И беру сегодня вот такой вот дренаж, да, керамзит, который более или менее мне подходит. Но все-таки придется еще съездить и в какой-нибудь другой магазин и поискать крупный легкий керамзит. Вот. Ну, пока то, что есть. Пойдемте на кассу. Уже на кассе стоят вот такие вот орхидеи. Сказали, что они идут по оценке. Они идут по 300 рублей. В принципе, в хорошем состоянии. Посмотрите, корешочки, листочки. Видно, какой цвет. Поэтому приезжайте, забирайте. Смотрите, здесь не просто белые розовенькие, а есть прям особенные такие хорошенькие орхидейки. Все по 300 рублей. Кстати, вот эти внизу тоже по 300 рублей. Здесь прям интересные есть сорта. Корневая у них тоже достаточно хорошая. Прям полные горшочки корней. Все, мои дорогие, я отправляюсь домой. У меня очень много орхидеи на пересадку, поэтому сегодня орхидеи я не приобретала. Сами знаете, да, у меня целых три ящика на реанимацию, на восстановление, на пересадку. Еще много новых орхидей, которые также нужно пересадить. Поэтому сегодня я, если говорить об орхидеях, с пустыми руками, но ничего страшного. Зато в магазине вы увидели, да, что много сейчас уценки, и, в принципе, есть что выбрать. Поэтому кому интересно, приезжайте, забирайте. Но не забывайте обрабатывать от вредителей. И сразу в магазине вместе с орхидейкой приобретайте препарат, препараты от вредителей, протравливайте дома, чтобы не занести себе домой какую-нибудь букашку-таракашку. Ну а я поехала. Всем пока-пока, до новых встреч!